Тишину раннего утра нарушает сильный хлопок. Он раздается примерно в 7.32 со стороны улицы 1 мая в городской черте. Да, то есть кровать, мы подпрыгали на кровать, от этого проснулись, в принципе, уже остаток хлопка мы услышали. Вот, когда мы подошли к окну, там не возгорание, а дым, то есть со стороны бензоколонки. О хлопке на АЗС люди из соседних домов сообщают в диспетчерскую службу. Первой на место происшествия выезжает оперативная группа противопожарной службы. Было разрушено здание заправки, значит, заправка у нас 10 на 5, площадью оператор заправки находился уже непосредственно на улице, видимо, повреждений у нее не было, были только ссадины. Возгорания никакого не было, причина данного взрыва устанавливается. Для пострадавшей вызвана бригада неотложки. Ее везут в центральную городскую больницу. Оперативное вмешательство женщине-оператору 1984 года рождения не понадобилось. Ее состояние медики оценивают как стабильное. На месте ЧП продолжают работать специалисты и техника различных служб. Их главная задача – предотвратить угрозу, которая может исходить от автозаправочной станции близ лежащим домам. Специалисты уже в башнефти прибыли, перекрыли все задвижки, бензин в колонки не поступает и пострадало здание административное. То есть коммуникации в административном здании не подходят, угрозы никакой нет. Причины происшествия выясняет следствие. По словам экспертов, хлопок без взрыва может свидетельствовать о повышенной концентрации газовоздушной смеси в помещении. Следственный комитет начинает свою проверку деятельности АЗС. На экспертизу отправлены записи с камеры видеонаблюдения. Елена Давыдова при содействии СТВ Бузулук. Новости дня.